Вот оно какое наше лето. Свердловчане остались не только без тепла, но и света. Из-за разгула стихии больше двух с половиной тысяч человек несколько часов сидели без электричества. Энергетики последствия ливня уже устранили, но синоптики, между тем, дают неутешительные прогнозы. Штормовое предупреждение продлено. Это возвращение на Урал лета в ближайшее время под вопросом, как регион переживает сырой июль, знает Мария Новикова. Пол весь и развален, что все гниет, крыши полностью нет. Их дом далеко не крепость, жалуются местные. Прежняя жизнь стала рушиться после того, как у десятков жилищ Староуткинске в прямом смысле снесло крышу. Кровли повредил сильнейший ураган. Уже больше месяца сельчане пытаются вернуть их на место, но вздыхают, денег не хватает. Власти обещали помочь, но как только ветер стих, не слышно стало и слов о гарантиях. Хотя люди фактически живут без крыши над головой. Уже месяц, как идет на Урале дождь и нас просто здесь стопит. Нам обещали компенсацию с федеральным бюджетом, так нам до сих пор ничего не дали, не перечислили. Сегодня уже 6 июля, денег до сих пор нету. Делать не на что. Нам приезжала комиссия с мэром, попросили оказать помощь постройке дворя. Но родителям, к сожалению, отказали, это они пенсионеры. Сказали, делайте своими силами. Между тем, небо над Свердловской областью продолжает хмуриться. Солнечные дни по пальцам пересчитать можно. Зато ливни в избытке. Трехмесячная норма осадков давно исчерпана. И просвета в ситуации не видно, говорят спасатели. Штормовое предупреждение опять продлили. Сохраняется вероятность сильных дождей, гроз, также град и порывистый ветер до 22 метров в секунду. Данная непогода, возможно, может привести к осложнению ситуации, возникновению чрезвычайных ситуаций на территории отдельных муниципальных образований. Но на данный момент на территории Свердловской области чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не зарегистрировано. Ситуация в области не чрезвычайная, но довольно напряженная. Ночью сильный ветер оборвал электропровода в Екатеринбурге, Качканаре, Весиме и Азбесте. Без света несколько часов сидели почти 3000 человек, пока энергетики устранили последствия аварии. Технологические нарушения были точечные. Я не могу сказать, что это был какой-то прямо масштабный коллапс, но тем не менее. Серьезная ситуация у нас сложилась в Пермском крае. Там на утро было 60 населенных пунктов без света. Повлияла дождливая погода и на моду. Так хитом сезона «Весна-лето-2017» стали просторные дождевики, не стесняющие движение. И резиновые сапоги. В них можно элегантно шлепать по лужам, не боясь промочить ноги. Кроме того, в каждой сумочке появился и аксессуар. Кроме помады и подреницы можно найти зонтик. Синоптики, между тем, не спешат хоронить жаркий сезон. Лето, говорят, на Урале будет. И небольшое повышение по предварительному прогнозу ожидается во второй декаде. Это с 10 по 16 июля. Но также пройдут дожди. И ночью 11-16, днем 20-25. О самом лете, повторит ли оно сценарий или будет совсем другим, мы будем говорить в конце августа, начале сентября. Глядя на постоянно меняющийся прогноз, горожане с грустью шутят. Лето в город придет. Главное, не провести этот день на работе. Мария Новикова, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.